У нас на канале новый персонаж Селепузик Жулиан. А знаете, еще какой огромный плюс апартаментов? Как это все происходит? Вода 27 градусов. 27? Турция, Баян, что тут делать? Мы попали в турецкий рай. Посмотрите, сколько здесь всего. Всем большой турецкий привет. Канал Интересное Путешествие в Турции. Давайте сделаем вам небольшой рум-тур и заодно расскажу, как мы здесь оказались. Небольшого рум-тура не получится, потому что наш рум просто гигантский, поэтому рум-тур будет большой. Посмотрите, какой вид из окна. Это просто невероятно что-то. Обалденно. Турция. Давненько мы тут не были, целых полтора года. Так вот, нас пригласили в эти апартаменты пожить и поскольку просто билеты купить гораздо дороже, чем тур, мы еще купили, мы сюда туром прилетели из Калининграда. Вот. И по счастливой случайности, у нас отель тоже все включено и находится, представляете, в километре от апартаментов. И мы, я думаю, просто поедем, будем туда ходить. Посмотрите, какие огромнейшие апартаменты. Раз, кровать, там санузел, и второй, второй, второй этаж. Раз, комната, два комната. Здесь еще два санузла, представляете? И виды просто шикарные. Я вот прям не знаю, какой первый этаж выбрать, чтобы спать, или второй этаж. Не могу выбрать. У нас вообще как-то хаус, получается, на самом верхушем. И у нас последний, как-то средний этаж. Апартаменты Crystal и River. Здесь можно устраивать вечеринки. Вообще, мы всегда бронируем жилье, апартаменты или туры по ссылкам в описании. Там самые низкие цены. Если захотите жить здесь или в отеле, который мы вам покажем, то бронируйте по ссылочкам в описании, потому что сэкономите. У нас на канале новый персонаж, силипузик Жулиана. Мы не думали то, что вот сейчас, в середине октября, в Турции настолько жарко, настолько солнышко жарит, что нужно пользоваться специальным средством для защиты. Обязательно. В первый раз, первый день, прям 100%. Даже если кажется, что солнце не так сильно жарит, лучше намазаться, чем потом мучиться. Я думала, очень оно сейчас такое щадящее, бархатный сезон. Но нет, мы пользуемся средством от Куберлик. Уже в который раз, уже в которую нашу поездку. И оно очень хорошо помогает. Это для безопасного загара, потому что у нас кожа уже более-менее подготовленная. Также есть серия от загара. Ну, то есть, прям с максимальным фактором защиты. Поэтому рекомендую. Ссылка будет в описании. Да, вода теплая. Офигенно. Прям чувствую, что живу. Водичка очень теплая, вообще классно. Ребята, вот бархатный сезон в Турции, это самое оно. Это лучше даже, чем самый сезон. Потому что самый сезон настолько жарят, что невозможно находиться на улице. Сейчас идеально. Вы, наверное, не поверите, но Жулиана Жульвертовна не умеет плавать. Сейчас все вместе будем ее учить. Давай, 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 давай. Ребята, пишите в комментариях, кто еще не умеет плавать. Сейчас все вместе будем учиться. Давай, плыви к детям. Да плыви. Ты в так просто делай и дыши. Давай, начинай плыть. Плыви, дыши. Так, в так, в так. Давай, давай, давай. Раз, два, три. Давай. Дыши. Греби. Дыши, греби. Вот. Давай, давай, греби. Давай. Вот. Дыши. Так ты выдыхай, не носом, а ртом прям. Давай, дыши. Большая. Вот. Давай, давай, дыши. А знаете, еще какой огромный плюс апартаментов? Я только сейчас понял, что здесь нет какой-то, знаете, музыки отельной, шума лишнего, детей когда много, когда многие орут, что-то пьют уже, напиваются с обеда. Здесь абсолютная тишина, здесь никого нету, только мы вдвоем. Вот еще детки пришли, они вообще абсолютно не мешают, сидят там, что-то играют, этот планшет смотрят. Все, тишина. Все спокойно. Шикарно. Это такой отдых, когда ты хочешь просто полежать, чтобы тебе никто не мешал. Именно здесь я лежу и просто действительно отдыхаю. Супер. Побывали в наших апартаментах, где все выключено, а сейчас пойдем заселимся в наш отель, который мы взяли за бронирование и немножко посравниваем, что лучше. Все включено, где толпа орущих людей, или все выключено, где идеальная тишина. Отдыхаем мы в Алане и вообще в Турции сейчас масочный режим, то есть везде надо носить маску, а то штраф. Но не все ее носят, мы первый день лучше поносим, а там будет видно. Сейчас масочный загар заработаем. Так что не забывайте, кстати, кто не подписан на канал, подписывайтесь, чтобы узнать очень много, больше, больше информации про отдых в Турции сейчас. Итак, мы уже в нашем отеле. Отель называется Blue Wave. Я сейчас обзор сделаю, просто ресторан закрывается. Мы сейчас быстренько покушаем, а дальше я вам покажу, что докажут. Как это все происходит. Ждете человека. Он просто тыкаете, а он вам накладывает. И так везде. Не представляю даже, какие здесь очереди поначалу. Тут через 20 минут все закрывается, очередь. Как выбирать. А представляете, в начале сауна тут, мне кажется, просто полчаса можно в очередях простоять. Но в этом плане, конечно, не очень удобно. Почувствовала какие-то затруднения? Нет. Я познакомилась к Арминам. Он подумал, что я из Польши или из Сербии. И такой, русская? Красная? Вилья? Серьезная? Спасибо, пожалуйста. Молодец. Увидимся, говорит. Отель называется Blue Wave. Бюджетная четверка в Алании. Городской отель. Я считаю, для бюджетного отеля это вообще просто здорово. Сейф платный 2 бакса. Шкаф. Которым мы не будем пользоваться. Санузел мне понравился. Достаточно чистенько. Все так красиво, приятно. Классно. Душевая кабинка здесь. Туалет. Все на месте. Я считаю, вообще здорово. Для 4 звезд в Турции это все отлично. Просто. Очень прекрасно, да. Ну, приятный. Отель приятный. Такой, знаешь, приличный. Ну, да, да. Чистенько все так. Хорошо. Свежо. Даже не старо. А вид какой. Нам еще номер красивый дали. Смотрите, какой вид. Шикарно вообще. Красота, конечно. Так, вот выходим из отеля. Получается, прямо вон дискотека есть. Я не знаю, сейчас она работает или нет. Я не могу сказать. Там внизу спа и хамам. Там телефон, интернет. Туалет. Вот лифт. Поднимайтесь наверх. Вниз. А, потом справа амфитеатр есть. И это лобби здесь. Идем дальше. Плюс 33 показывает. Но сейчас, по-моему, 28 градусов всего лишь. По левой стороне у нас кафе. Ну, кафе, ресторан. Здесь бар. И вот музыка играет. И бассейн. Очень небольшой бассейн. Очень небольшой. Ага, вот и бар. Бар вот справа есть. Здесь куда-то можно сходить. Ну, видите, территория абсолютно небольшая. Даже есть горочка одна. Детский бассейн. Такой вот отельчик. Я считаю, достаточно неплохой. Ну, достойный, достойный отель. Горка. Вот он, в принципе, выглядит как красиво. То есть, ну, нормальный отель. Вполне себе даже нормальный. Если есть какие-то вопросы, пишите в комменты. Отвечу на все. Ну, все. На баре меня уже нарекли. Ютубер. В казалом каналу. У него 55 тысяч подписчиков. Здорово. Да мало, мало. Надо 100 набивать. Ребят, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Давайте сотку уже набьем в этом году, чтобы кнопка пришла. Так, ну что? Мне отель понравился. Вообще классно. Для городского отеля 4 звезды. Там абсолютно все есть. Еда, алкоголь, номер хороший, ухоженный. Территория есть, бассейн есть, все есть. Море вот в шаговой доступности. В общем, нам рассказали турецкий лайфхак. Если вот так маску закинуть, то как бы жандармы до вас докапываться не будут. Главное, чтобы маска у вас просто была. А если не будет с собой маски, короче, штраф 9 тысяч рублей. В общем, до моря здесь вот буквально 5 минут идти. И все, и вы там уже. Ну вот, мы сегодня побывали и в апартаментах. В апартаментах побывали и в отеле. Так вот, я вам скажу, сейчас уже узнаем цены про наши апартаменты. И в среднем за неделю, ну не за наш номер, но примерно такое, как у нашего, за неделю отдадите 300 евро. То есть, мне кажется, примерно соотношение, что вы возьмете все включено, что вы возьмете там на неделю или на 10 дней апартамента, ценник примерно одинаковый. Но преимущество апартаментов вы уже сами видели, что тишина, спокойствие, особенно вот здесь мне хорошо. Ну, абсолютно тихо, только ваши будут дети. А здесь музыка орет, все вот это, ну, такая атмосфера, конечно, немножко напряженная. Я так просто не очень люблю. И вот мне, пока что мне в апартаментах больше понравилось. Пишите в комментариях, где вам больше понравится. Только давайте не это, не будем исходить из, да, все включено или не все включено. Для меня абсолютно не важно, оно включено или нет, я уже наелся. Ну, смотри, допустим, в апартаментах, вот на территории комплекса есть зона барбекю. Да. Очень круто, удобно. Бассейн, там даже самая горка, да, там есть баня. Там и ресторан есть, и бани есть. Там абсолютно все есть. Ну, тут до моря чуть ближе, идти, ну, на 10 минут разница. Есть апартаменты, которые поближе, я думаю, мы покажем такие. Да, есть, это не единственный апартамент, который можно снять. Просто наши, допустим, чем тоже они крутые? Они большие, если большая семья, если большая компания. Компания, компания вообще круто. Вот и все, вы делите на два, и все. Не нашел, в общем, наш пляж. Он где-то здесь должен быть на пляжной линии, частный пляж. Там будет вода бесплатная, шезлонги бесплатные. У нас пляж номер 17. А где нумерация, я не понял. Вода 27 градусов. 27. А где-то сложно, потому что температура ну летней воды. Ну, 27 достаточно много. А где? Давай, да. Надо разлететь. Всемирный эксперт по воде Жилиана Жильвертовна. Ну как? У меня просто шлепки. Ой, эти, сандалии. Тепло. 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 Сейчас Фарис несет. О-о-о-о. Как вода? Теплая, да? Класс. Офигенно. Класс. Теплее, чем в бассейне? Ну да. Да, теплее? Ну тогда оно горячее. Она очень приятная. Волны, вот эта вот пена, как я люблю. Вообще. Многие говорят, Турция, Баян, что тут делать? Турция не Баян, Турция классика. И здесь всегда шикарно. Когда дома сидишь, думаешь, блин, Турция, что-то, ну, знаете, не очень охота. А когда сюда приезжаешь, сразу другое дело. Думаешь, да, хорошо, что я сюда приехал. И даже сейчас, в октябре, здесь идеально классная погода. И нету такой, знаете, мощный жарет, который просто умираешь. Здесь, наоборот, абсолютно комфортная погода. Это я сейчас встречал оттуда и искал наш пляж. Оказалось, очень просто. Вон на Пальме 17. Красивый пляж. Blue Wave, все это отель. Welcome. Пойдемте посмотрим. Здесь бар есть. Классно, да, бареечек, где можно выпить. Туалет есть. Выпивка есть, шезлонги есть. Что еще для счастья? Фламинго есть. Да, благоустроенный гамак даже. Шикарно. Вообще классно. Супер. Вообще. Причем мы отель особо так не убирали, знаете. Просто какой-нибудь наугад тыкнули. Ну, чтобы просто сюда прилететь и получился. Достаточно классный отель. Можно сделать крутые фотки. Я уже вижу даже пару кадров. Кстати, они в Инстаграме по-любому будут, да? Ссылочки на Инстаграм в описании. Подписывайтесь обязательно. Да. Человек кайфует. Видите? Я об этом говорю. То, что как курсия может быть за шкваром? Смотрите. Где еще сейчас можно так делать? Пока что только курсия. Поэтому... Поэтому... Одна лера 10 рублей. И хотелось еще сказать про обменник. В отелях какой-то бешеный курс. Очень невыгодный. Поэтому мы сейчас шли, шли, шли. И я хотел в какой-нибудь торговый центр зайти. И там поменять по нормальному курсу. Потому что в отелях абсолютно не имеет смысла менять. Кстати, по поводу шопинга. При нынешних закрытых границах Турция очень актуальна. Потому что здесь можно, в принципе, качественные и обувь, и одежду купить, и сумочки. Ну, понятно, что это подделка. Но она качественная подделка. Потому что у нас, например, мы вообще ничего не покупаем. В Калининграде у нас один торговый центр. Все там закупаются и ходят в одном и том же. Первые покупки, показывай. Майкл Корс за 50 тысяч рублей купили. А где вы еще купите Майкл Корс лучше, чем оригинал? За 10 долларов. А то говорите, интересные путешествия. Мажоры и эти родители. Кто там? Таможенники. Да, коррумпированы. Вот мы покупаем. Такие вот вещи. Обычные, как и все. А в Алане мне очень нравится вот эта центральная улица. Такое ощущение, как будто в Лос-Анджелесе. Я не знаю, почему. Я в Лос-Анджелесе не был. Но я представляю. Ощущение такое есть. И цены. Просто нолик прибавляете и все. Ну, что, например? Например, вон какие-то бургеры по 200 рублей. Спагетти 350 рублей. Обыкновенные цены, как у нас в Калининграде. Какие-то вот рульки есть. Так вот, курс валют в отеле 6,60 дают, а здесь 7,60. Ощущаете разницу? А разница существенная. Ну вот, мы вышли на набережную. Я вижу мачты кораблей пиратских. Твоих любимых кораблей. Я туда именно и бегу. А ты мне говоришь, куда ты бежишь? К кораблям своим любимым. Думаешь, что я сюда приехал? Просто так? Я не знаю, я сюда приехала точно не просто так. Мне здесь очень нравится. Кто не знает, я большой любитель пиратских кораблей. Пять часов? Да, да. Ага. Ну, нормально вполне. Здесь видите, какое разнообразие. Ну, мне больше всего нравятся вот те большие, конечно же, настоящие пиратские корабли. Ну, они прям крутые. Вот. Это кто, капитан Барбосса? Привет! Говорит, 10 долларов за человека час. А потом? Потом он говорит, если вы вдвоем, то на двоих 15. Я отхожу, он такой говорит, окей, мадам, 10 долларов один час катаем. У вас двоих. Да ладно. За 10 долларов? Да. Двоих? Ну, только что он сказал, вот моя лодка, запомни. А вот и знаменитые турецкие базары. Бесконечные, в которых можно часами проводить время, потом часами торговаться. Кроссовки, куртки, футболки. Все, все, все. Огромный ассортимент всего. Только парфюм не берите. Это просто парфюм. Да, парфюм вода, сразу же говорю, поэтому. Что, что, на парфюм даже не думайте брать здесь. Спортивный костюм 10. Вон, толстовки. Толстовки, да, по 10 евро. Келлин Клайн. Круто. Интересно. Сумки по 7 евро. О, я хочу вот такую вот. Портфельчики по 5. Что вообще дешево. Желана решила все деньги в первый день протратить. Ну, одевай давай. Покоцанный? Зато гиес. Будешь всем говорить, что круче, чем орызиного. Ну, красиво. Прикольно, ребят? Пишите в комменты. Прикольно, нет? Полторы тысячи стоит. Дорого. Дорого. Сколько скидка? Давай 130. О, 135. Нормально 150. Летит максимум. Скидка, скидка. 130. Окей, 130. Давай. Давай деньги. Сейчас найдем за 50 где-нибудь. Давай 130. Он понял, что нам понравился. И думает, сейчас, нибудь скидем. Желана уже в Вьетнаме научил в Таиланде. Ну, да. Бэушный. Сколько возьмем? Сколько есть? Да нет, я его, наверное, не буду брать. Я не буду его брать. Желана научил, Витя. На шпиле уже. Ну-ка, смотри, вот он покоцанный здесь, здесь, здесь. Сколько лера есть? Ну, а зачем он мне? Он такой же покоцанный. Смотрите, как поднатаскал. Его уже кто-то поносил. Ну, ладно. Супер. Окей, 110 литов не надо. А 110? Нет, нет, спасибо. Спасибо. Нет? За 110? Нет, за 110 нет. За 100? За 100 нормально? За 100 у тебя устроят? За 1000 рублей. Может, не надо? Последняя? Это последняя. Ну, ты так всегда говоришь, мне сразу же тебя жалко становится. Может, не надо? А может, не надо? Может, не надо маленькую сумочку? Зачем ты маленькую сумочку? Ну, потому что у меня есть рюкзак. Вот тут еще и сумочки такие. Сейчас модно, сейчас все ходят, знаете, с такими сумками. Мы попали в турецкий рай. Посмотрите, сколько здесь всего. Вон, смотри, крутая. Желтая? Нет, желтая вот еще есть тоже. Давайте посмотрим. Яркие такие прям. У них такое качество приятное вообще. Да, такое. Приятное. Я говорю, турецкое качество, оно прям вот вообще. Ну, как вам, ребят? Брать, не брать? Или что-то одно брать, что-то одно не брать? Повернись. Пройдись. В турецком стиле. Так нет, прикольно. Не знаю. Мне нравится. Они просто необычные. У нас в магазинах такую не купишь. Ну, пофиг то, что это подделка. Они выглядят прикольно. То есть, у нас в магазине ты купишь полумбирка по антелизару. А здесь, ну, ездишь в губерку. Ну, шоппинг в Турции, да, такой. Игорь вышел с покупками. Ну, я скажу так. Довольный? Нет. Я довольный. Просто рассказываем с тех, кто сейчас вообще никто ничего здесь не покупает. Знаете, почему? Потому что сейчас время полшестого. Мы в самом центре вот этого шоппинг-центра. И он сказал то, что я первый клиент. Я купил за 3000 рублей пофту и джинсы. Понимаете? То есть, еще можно было торговаться? Ну, блин, даже как-то знаете, в принципе, и так нормально. Нам в комментариях, как и в прошлый раз, напишут в лохе. Можно это все купить за 10 долларов. А, да можно, конечно, если час торговаться. Там вообще цена, там какая-то им вообще гроши, качество у них говно. Хорошее качество турецкое, хорошее фабричное качество. Ну, не знаю, я тоже довольна. Да нормально, ну, типа дешевле даже как-то... Ну, зачем? И так нормальная цена, а куда уже дешевле? Так что... Ну, вот бутик какой-то. Вижу здесь классные кроссовки за 50 евро. 49. И сумки по 8 евро. Ну, короче, цены обычные, нормальные цены. Мне кажется, сюда приехать, вот действительно, там на какие-то закупки. Вон, я вижу кроссовки по 10 евро. А 10 евро... Ну, это, наверное, не очень хорошего качества. Смотрите, какие босонашки приходят. Уги. Меховые. Короче, здесь куча всяких подделок по очень низким ценам. Хотите, Louis Vuitton? Хотите, New Balance. New Balance, кстати, написано Вьетнамом. Мы вот сейчас гуляем по самому центру, по самому центруальному базару. Людей вообще нет. Тут больше продавцов, чем покупателей. Понимаете? Какой шанс урвать хорошие цены. Пошопиться прям. Максимально зашопиться. Центральная улица. Вообще никого нет. Сами видите. Вообще никого. Представляете, зимой, наверное, приехать, тут бесплатно все отдают. Просто там по доллару, наверное, все эти шмотки можно купить. Ну, действительно, никого нет. Никто не покупает. Представьте. Уж лучше за что-то, что-то продать, чем, чем вообще ничего. Видимо, да. Поэтому... С товаром очень много. Поэтому, ребят... А людей очень мало. Привет, привет. Hello, hello. Вот видите, ребят, вас ждут прям. Вон, Маша ждут, приезжайте, покупайте. Есть у нас крымское видео, где я в Ялте рассуждаю на тему отдыха. Ну, сравниваю отдых в Турции и в Ялте. Ну, вот я сейчас опять сравниваю. Только находясь уже в Турции, в Алании. Я вам скажу, здесь, во-первых, как-то гостеприимнее к тебе относится, как к туристу, да? Во-вторых, здесь дешевле намного все. Ну, абсолютно все здесь дешевле. То есть, доступно даже там с какими-то космическими ценами, с курсом доллара и евро. В Ялте же все в рублях, но настолько дорого, как будто ты там в каком-то крутом европейском городе находишься. Хотя, это не так. И уровень сервиса там не такой, как в Турции. Не будет там такого. Поэтому Турция... Ну, мне конкретно больше нравится. Как вам? Пишите в комментарии. Может, я не прав. Часто, когда вы заходите в турагентство, вам начинают говорить, так, если вы едете в Турцию, вам обязательно нужен отель 5 звезд, все включено и так далее, так далее, так далее. Так вот, совсем не обязательно 5 звезд и совсем не обязательно все включено. Ну, если будет все включено, это, конечно, хороший плюс. А вот по поводу звездности. Мы сейчас взяли 4-звездный отель. Вполне нормальный, ну, городской. Не обязательно брать где-то просто отель там непонятно где в поле, да? Рядом с морем. Городской отель, он тоже имеет свои плюсы. И вы сами видите, какие. Ты вышел и пошел гулять. А вечером, например, когда в поле отель, ничего не делаешь. Смотришь анимацию. А анимация практически каждый день одна и та же. И на второй-третий день ты уже начинаешь скучать. А здесь не заскучаешь. Всегда есть возможность прогуляться. Там, если даже лень идти в центр, ну, такси сел, я не знаю, рублей, наверное, 100 будет стоить. Тебя за 5 минут довезут и все. И можно взять даже тройку. Мы и тройки смотрели. Там вообще очень-очень низкие цены были. Тройка была на двоих из Калининграда на 10 ночей. 28 тысяч. Это шок. Цены были. Ну, я вообще хочу сказать то, что можно из пятерки прогадать. Взять совершенно неудачу. Поэтому нужно всегда обращать внимание еще и на место положения вашего отеля. Потому что бывает так, что там пятерка расположена прямо на дороге. Ну, да, рядом с трассой. Это надо на этап обращать внимание. Есть и тройки такие. То есть тут как бы нужно, правда, смотреть, тянуть с этого человечка на гугл-карте дома и смотреть, что вокруг вашего отеля находится, допустим. По карте посмотреть, какая инфраструктура рядом или нет ее вообще, когда браться до куды. Все вот эти мелочи нужно как бы заранее предугадывать немножечко, узнавать это все. И тогда ваш отдых будет очень классным. Еще некоторым говорят, вот первая линия обязательно в Турции. Вообще не обязательно. Вот мы сейчас вообще там, наверное, я не знаю на какой линии, в километре, наверное, от пляжа. В городском отдыхе вообще не обязательно первая пляжная линия. Ну, как бы если вам не лень пройти просто прогуляться, а здесь классно прогуливаться. Ну да, здесь наоборот, ты испытываешь удовольствие, когда идешь до пляжа, да? Конечно. Нет, если хочется отдых именно такой вот от отеля пройти три шага и уже лечь на пляж и больше ничего не делать, тогда да, тогда нужен чисто пляжный отель где-нибудь вот там подальше, не в городе точно. И не просто вот наслаждаться омплюзив, море, сон и все. Что у нас на ужин? Я вообще очень люблю ужины в отелях, это для меня прям как супер. Завтраки и обеды так все, а вот ужины, так, салатики смотрю те же, дальше здесь тортики все те же, ну вот здесь какие-то изменения я вижу. Здесь брокколи, потом типа сосиски, вот это вкусно, вот это вкусно, окей. Ну и в принципе, а, все, конец, конец. Как еда на этом ужине? Нормально, но это очень мягкое, вкусное, даже один. Не, ну если вспоминать ужин в Холидай Гарден Резорт, там, конечно, это было представление, да? Интересно. В общем, ужину ставлю три с минусом, отвратительная еда, вот прям. Я вот это поем, вот эти вкусненькие черненькие, а вот это, это ужасная еда. Попробует салат? Я просто попробовал, ну, меня почти истошнило. Я вижу, что колбаса соломкой, ай, разная колбаса, да? Ну попробуй, ну быстрее попробуй. И огурец. Да просто попробуй, и все. Вот так прям? Да, ну это много будет, да, попробуй меньше, а то у тебя будет потом, возможно, проблема. Я хочу, вот тебе, ты пишешь, чем. Вот, давай, да. Ну как? Запей вином. Салфетки нет. Я не пробовал, что я знаю. Я понял, плюс нашего отеля, он действительно классный, если в нем не жить. Типа все, все нормально. Да не, я шучу, это нормальный отель для четверки, но единственное, еда, ну, отвратительная. А так, в принципе, все остальное, ну, классно. Но я все больше и больше понимаю, что в апартаментах жить намного круче. Один из моментов, на данный момент очень актуален. Здесь намного меньше шанс зародиться ковидом. Потому что здесь вы ни с кем не контактируете. А там с огромной толпой людей, которые постоянно приезжают и выезжают. Здесь абсолютно ни с кем. Так что смотрите, выбирать вам. В следующем видео будет еще больше информации. А на сегодня все. Мы спать. Всем пока. Пока.